Некоторые съемки проходят в 5 утра, друзья мои. Наш админ, придумщик большой, придумал обрадовать людей, которые занимаются уборкой города. Где-то это оправдано, но где-то это напрягает тех людей, которые должны снимать. Сейчас мы попробуем пообщаться с таким человеком. Слушайте, друзья мои, я пока ехал, ну, как бы, искал людей, они, может быть, где-то во дворах убирают. Ну, вот сейчас мы увидели здесь женщину, на Яракского и вот Ирчи Казака. И хотим немножечко пообщаться, пока не упустили. Можно с вами пообщаться немного? Если вы не против. Как вас зовут? Патимат. Патимат? Да. Слушайте, вы давно работаете вот так? Седьмой год. Седьмой год? Да. Слушайте, не тяжело? И нелегко, когда ветерная погода, очень трудно, после дождя особенно. Вы во сколько выходите на работу? Четыре. Четыре утра вы уже на ногах? Да, да, четыре часа выходим на работу. Сколько вы вот по участок, какой вы очищаете? Начинаю с Пагатирова до Калинина. Обе стороны. Дело в том, что проект Умра Хадж у своих подписчиков спрашивал, кому подарить путевку на Малый Хадж? Умра. Умра. И они выбрали тех людей, которые убирают город. Этот ветер, даже ветер не выдерживает эмоции. Вы выиграли путевку на Малый Хадж. Конечно, очень рада. Если так. Это не если так, это точно так. Вы заслужили. Аллах не просто так. Хочется, как бы, увидеть, трогать ее. Хочется идти. Постоянно включают. Инстаграм, учебы. Хочется видеть, это тянет. Когда люди туда езжают, автоматически тянет туда. Хочется идти. Наши подписчики, они скинулись и собрали вам на путевку. Им тоже какой-нибудь дуан не забывайте. Хорошо. Хорошо. Иншаллах. Постараюсь. Если бы не суждено ехать туда. Это же только от Аллаха зависит. Знаем завтра, что будет. Ну, мы хотим сказать спасибо всем тем, кто принял участие в судьбе этой замечательной женщины. И, в принципе, помог эту путевку приобрести. Она до последнего не верит, что, иншаллаху рахман, дай Аллах вам долгих лет жизни и здоровья. И нигде ничего не бывает. Да, бывает. На проекте Умрахадж бывает. На проекте Умрахадж бывает.